Будем стоять. Вот это стояние, не жертвенность, только не хотелось бы там миссионерства, жертвенности, это просто не хочется спекулировать. Я просто объясняю свою позицию, почему я говорю об этом. Не хотел, но понимаю, чтобы не было недомолвок каких-то, поэтому чуть об этом поговорю. Почему так все остро собралось для меня в этом году? Не знаю. Это испытание для меня? Да. Что я буду делать дальше? Не знаю. Вот это мне интересно. Ну, мне интересно и по отношению к своей жизни. Мне там в следующем году будет полтинник, оно такое, это тоже рубикон своеобразный. Но с другой стороны, этим летом у меня было такое событие, я почувствовал, мне сдали карты заново, да, то есть у меня был шанс, что партия закрыта, да, все. И вот тебе говорят, вот тебе еще раз поиграй. Что это такое? Как с этим временем, которого у нас нет? Да, у нас нет времени. Мы же, мы, как атеистические люди, живем как будто на бессмертное. Нет, да, понятно, времени просто катастрофически нет. Что ты с этим временем, со своей жизнью делаешь? На то ты ли ее, свою жизнь тратишь? Бесценные секунды, часы, дни, месяцы. Это вопрос, это у меня нет на это ответа, друзья, я просто честно вам скажу, это такой мучительный вопрос, который я каждое утро себе задаю и пытаюсь идти. Типа кто-нибудь, кто есть в власти у вас. Уже слово был задаю. Вы говорили, что делать нужно только то, что нужно нашим детям. Нужно ли нашим детям то, что мы делаем и то, что мы им дадим оставить? Это, конечно, очень серьезный и страшный вопрос. На самом деле страшный вопрос. Потому что можно себя кормить иллюзией, что ты делаешь волшебное, бесконечное, нужное. А детки скажут, слушай, папа, пошел ты. Мне там айфончик дай. И вот оно будет мое счастье. И это, наверное, у меня скорее больше вопрос. Наверное, это мы можем защищать ту цивилизацию, о которой мы мечтаем. Не навязывать детям, но по крайней мере, по крайней мере, честно говорить и перед собой, прежде всего перед собой, да, и потом попробовать выйти на честный, не нравоучительный, не менторский разговор с ребенком. Если тебе это удастся, то это, ну, тогда это правда. И что будем выбрать? Потому что понятно, что если ты говоришь, там, слушай, сынок, там, дари вечное доброе, эээ, слушай, папа, пошел-ка, да, вот мой брат, мой одноклассник, у него там привозят его на Паршаке. Вот его счастье, да, и вот он отдыхал там в Швейцарии и все. Вот и жизнь. Понятно, нам здесь это гораздо сложнее, очень сложно, потому что тебе навязывают, если так, честно, что ты говорил про пятиметровую, это пятиметровая, которая или убийство, или невыносимое жлобство с Паршаками и прочими, да, этими цинизмами, отвратившего. Ну, Гугольфест, это такая очень большая часть культурного процесса в Украине, наверное, не один человек. Ну, это же те, кто не были никогда в жизни на Гугольфесте и все равно о нем слышали, как минимум. Но ведь Гугольфест это только часть процесса. Вот как вы воспринимаете в целом культурный процесс в Украине? Имеет ли он перспективы? Какие у него сейчас особенности? Как вы причина были молодежи? Что вообще от этого ждали? Есть как бы и плюс-тренды, да, и отрицательные. Плюс-тренды. Все меньше и меньше иллюзий у людей, которые занимаются культурой, что кто-то что-то им даст. То есть, другое дело, что это переходит или в пассивный инфантеризм, да, то есть, ну, как бы, никто меня не любит, не жалеет, может, я немножко некрасив. И с этой песней спокойно тыкаешь в интернет и актуализируешь себя в Фейсбуке, копя всякие лайки и думаешь, какой я все-таки крутой у меня там. 800 френдов, а если у тебя 2000 френдов, то это суперкрутой пользователь. Ну, это понятно, это тотальный симулякор, и это, я даже себя вложу на мысль, извините, иногда. Ну, я не в Фейсбуке, и так делаю это принципиально, но когда вдруг какой-то, читаешь комментарий, да, понятно, какого-то злобного графомана, или какая-нибудь злобная Карла, напишет какую-то проблему, а ты на это реагируешь. Это вообще какой-то ужас, как это может быть? Ты с этим человеком на себе столкнулся, ты понимаешь, что вряд ли бы с ним разговариваешь. Он за каким-то анонимом, да, ником каким-то, выливая свое испражнение в интернет, а ты на это реагируешь, это такое, какая-то самоубийственная дурня какая-то. Я даже не понимаю, почему это так происходит, и понимаю, это все равно-то происходит, бритка. Поэтому стараюсь вообще в интернете какие-то малочки пользоваться. Выключайтесь, пожалуйста, вы на полочке слушали, вы не участвуете, я думаю, что вам есть что сказать, а вы за границей обману какие-то тренировки. А вот то, что люди проводили, что им никто не поможет? Да, вот второй момент, да, потом, для того, чтобы это превратило, это хорошо, что с этим делать, для того, чтобы это, ну, как бы, проблемки сообразовали, да, для того, чтобы вообще хоть чуть-чуть сказать что-либо в культуре, да, можно понимать, тут называемый контекст, потому что ты, конечно, можешь, можешь что-то себе тужиться, изобретать все маленькое, как бы, прекрасное колесико, да, ну, в своей деревне, и это счастье, слава Богу, да, тут что-то. Но, в принципе, все-таки неплохо было бы быть в диалоге с миром, адекватным диалогом, абсолютно ясно понимая свой, ну, как бы, так сказать, культурный контекст, да, вот это было бы, как бы, прекрасно. Будь то по музыке, будь то, там, по киношке, и будь то, там, театр, все что угодно. Для того, чтобы это происходило, ну, тут, как бы, чуть-чуть более, чуть-чуть более образованно, мы должны сформировать эту среду интеллектуально-аналитическую, критическую, посредством, там, нового типа медиа, если вы захотите, буду рассказать эту систему, которую я придумал, я надеюсь, она как-то будет реализовываться. Вот, есть еще момент, как бы, мобилизации, как, ну, есть технологии, как быстро и сильно мобилизовать людей, чтобы у них ушло это термин «УГЭ». Молодежь знает, что такое «УГЭ»? Ага, ну, не молодежь унылая, дальше, попробуйте дальше расшифровать. Да, это, на самом деле, такой тренд тоже среди молодняка, который говорит, а-а-а-а-а, мы, так вот, чтобы вот из этого состояния немножко выйти, да, есть, есть определенные технологии, как, как себя мобилизовать. Это, так называемая технология вгручивого погружения в интеллектуальное духовное наследие человечества в течение, там, пяти дней. И вот это вот, так называемая, ну, есть, есть базовая, серьезная система Аспен, которая, ну, если кто не знает, посмотрите, да, и есть такая, ну, немножко шот-версия, да, как бы, это нельзя называть корректно Аспен, это, ну, это, ну, это использование этой технологии, потому что та технология для образования, для взрослых людей, автовая в 35, после 35, а то, что вот мы предлагаем, и это будет программа, запущена с 24-го, 26-го августа, с 2-го, 26-го. Там будут разные программы, говорю, может быть, некоторые запустятся с 26-го, там разные, девочка. Значит, это вдумчивое, пятидневное погружение вот в такие тексты от Аристотеля до, да, да, до, там, Гавала, Мидера Ганди, Гобсов, Марксов и прочего, да, то есть такие базисные тексты европейской цивилизации, связанные с природой человека, связанные с природой собственной, ценностные категории, вот. Когда не те лекции читают, а ты сам ротом своим, да, говоришь по поводу этой, на эту тему. Каждый текст обсуждается, там, ну, в разных телеетах, от 30 до, там, 50 минут, это с 10 до 8 вечера каждый день, 5 дней. Ты при этом еще занимаешься практическими какими-то штуками художественными, социальными. И самое главное, мы в эти группы даем, как бы, сверхзадачу по Станиславскому под специальный или большой художественный, или социальный культурологический проект, который ты можешь подготовить после окончания фестиваля, до фестиваля, да, вот эти вот, там, от 2 недели до 2 недель, в зависимости, когда, или 26 или 2, 26 августа, или 2 сентября, это начнется, что, и получив вот то, что я вначале, будете говорить, социальный ветер внимания. Обычно молодняку очень сложно делать стартап, потому что никто не заметил, да, это, ни журналистов нет, ни, там, ни людей нет, вот, а? Ничего нет, да. А тут есть у тебя все. То есть, вот на Google Fest есть у тебя возможность, за эти 5 дней, мобилизованная компания, в которой, там, 20-25 человек, обсудить, сделать такое, слово не люблю, но использую, брейнсторм, да, то есть, когда интеллектуальный, или, как, потом отрабатываешь модель, при том, там, приглашаются все, это не только художники же, режиссеры, да, а это и айтишники, это молодые бизнесмены, это, может быть, это даже более интересно, если бы это была, так называемая, глина.